Дорожные службы города Дорожные службы города Дорожные службы города Дорожные службы города Мы открываем памятник Журналистам Увековечившим свое имя Честным и безупречным Исполнением профессионального долга Мы Отдаем Долг памяти тем Кто погиб Защищая Честное слово Сегодня здесь самые близкие Жена и маленькая дочь В третий класс в этом учебном году Дарья пошла без папы Друзья и коллеги Сейчас так странно Для меня он все равно Остался с живым Игорем Коллегой И так странно, что Памятник какой-то Открывается Потому что это не про него Про него это жизнь Это работа Это творчество Теплота человеческая Она до сих пор Как бы вот Дает какую-то уверенность Что вот такие, как Игорь Люди Они должны быть всегда рядом Тогда есть и опора Есть уверенность Есть какой-то, я не знаю Есть какой-то вот такой, что ли Взгляд туда, вперед За горизонты Что Не страшно Невозможно признать и смириться Игорь любил жизнь Лихо, дерзко И даже отчаянно Жил стремительно Укладывая в каждый один день жизни Обычного человека Два своих Острое слово Снисходительность и доброта Он всегда создавал вокруг себя Свою большую Плотно наполненную Содержанием цивилизацию Щедро делился плодами Своего очередного творения И шел дальше Даря себя И свой талант Умение сделать интересным Обыденность Было его профессиональным стилем Будучи человеком С обостренным чувством Правды и справедливости Он искренне хотел разобраться Во всем сам И обязательно донести правду О событиях Происходящих на его родине Убежденный противник Любого насилия И войны Эти кадры Облетели все телеканалы мира Взрыв, унесший жизни Безоружных журналистов Случилось это на родине Игоря под Луганском 17 июня прошлого года Съемочная группа Работала над материалом О том, как хладнокровно Украинская армия Стирает с лица земли Поселок Металист С его мирными жителями Ценой собственной жизни Корреспондент Вестей Игорь Корнелюк И видеоинженер Антон Волошин Помогли мирным жителям Бежать из своих домов В более спокойное Безопасное место После гибели Российских журналистов Там объявили перемирие Временное Слезы, цветы И снова слова прощания И благодарности за труд Он не вернулся С редакционного задания Наш Игорь Корнелюк Эрнест Бавшин Андрей Нагибин Телерадиокомпания Муравленко ТВ При содействии Департамента внутренней политики Ямала За добросовестный труд Почетные награды В администрации города Честовали муравленковцев Внесших значительный вклад В развитие муниципалитета Почетные профессиональные звания Ямала-Нинского автономного округа Присуждены старшему мастеру МПГС Николаю Волкову Водителю ТАП-транспонтура Владимиру Тетерину И начальнику территориального подразделения Муравленко Общества «Газпромник» Ноябрьск-мельтегаз-геофизика Евару Аскоярову За успехи, достигнутые В производственной деятельности Почетными грамотами И благодарностями губернатора округа Награждены трое муравленковцев Глава администрации Александр Подорогов Достоин благодарственного письма Главы Арктического региона Сотрудники «Газпромнефть» Муравленко Управления социальной защиты населения И городской больницы За высокое профессиональное мастерство Награждены благодарственными письмами Тюменской областной думы Еще восемь человек Отмечены почетными грамотами И благодарственными адресами Городской администрации К другим темам В Муравленко выпал снег А вместе с ним пришли первые проблемы На дорогах и тротуарах Становится скользко Водители рискуют помять свои автомобили А пешеходы попасть в травматологию Дорожные службы города Уже перешли на усиленный вариант работы Анастасия Попова интересовалась Справляются ли В Муравленко наступила настоящая зима Как и прежде в этом году За состояние уличной дорожной сети Отвечает дорожный отдел предприятия Муравленковские коммунальные системы В течение зимы бороться со снегом Будут 26 единиц спецтехники Это грейдеры, погрузчики, пескоразбрасыватели И шнекоротеры Работы ведутся круглосуточно Как первая смена, так и вторая смена Непосредственно по зачистке И по подсыпке дорог Песчаной смеси Техника вся была подготовлена Как только первый бобильный снег пошел Сразу техника была выведена Даже с 6 утра Непосредственно по основным улицам города И тротуарам Первым делом от снега убирают Центральные улицы города Остановочные комплексы Подъезды к больницам Школам и детским садам Только после технику направляют во дворы Водитель погрузчика Александр Хотин Уже девятый год борется с последствиями снегопадов Говорит, что работа дорожников отлажена И каждую зиму ведется по специально разработанному плану Очистки улиц и дворов Конечно, как и у всех, бывают недоработки Но с поставленными задачами стараются справляться И людям помогаем Потому что чистим межкварталки Где-то возле домов Снег убираем Вообще работа нужная Для обеспечения безопасности дорожного движения Зимой дороги обрабатывают песчаной смесью В МКС для этого заранее заготовили 6 тысяч кубометров песка Но госавтоинспекция убедительно просит Быть внимательными и водителей, и пешеходов Учитывать все нюансы Если ты находишься на трассе То быть готовым к тому, что впереди могут появиться Габариты стоящего на обочине автомобиля Если это в городе, то это при переходе пешеходных переходов Что это возможно появление пешеходов То есть быть всегда предельно внимательными и осторожными И немаловажную роль здесь играет, конечно, смена резины То есть нужно своевременно сменить резину Чтобы резина соответствовала сезону Желательно, конечно, чтобы это была шипованная резина Снегопады только начались И впереди у дорожных служб Муравленко немало работы И главное в этом деле – качество Анастасия Попова, Андрей Нагибин, Сергей Кириченко, телерадиокомпания, Муравленко ТВ На Ямале увеличилось количество дорожных происшествий С участием пешеходов с начала этого года Под колеса автомобилей прямо на зебре попали 45 человек В том числе 22 ребенка О правилах дорожного движения сотрудники госавтоинспекции Напомнили во время профилактической операции водитель-пешеход Шесть нарядов полиции патрулировали вблизи образовательных учреждений В ходе рейда было составлено 5 административных протоколов За непредоставление преимущества пешеходам Столько же штрафовано и самих пеших участников дорожного движения В этот же день инспекторами был выявлен один случай управления автомобилем водителем лишенных прав К административной ответственности привлечены 5 водителей за несвоевременную оплату штрафа Работа в данном направлении отделением ГИБДД продолжается Проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление данных фактов А также проводится пропагандическая работа В Муравленко зафиксирован сезонный рост заполеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями Эпид-порог не превышен, однако количество больных увеличилось на 17% Больше всего болеют дети Врачи не устают повторять Наиболее эффективным методом профилактики является своевременная вакцинация В Муравленко прививочная кампания продолжается препаратами Гриппол Гриппол Плюс планирует вакцинировать более 8 тысяч муравленковцев Данная вакцина, которая сейчас используется на территории города Муравленко Может применяться и беременным женщинам, и детям с полугода жизни То есть вакцина достаточно безопасная, применяется для широкого круга населения Помимо простудных заболеваний, особое внимание медики советуют обратить на программу по иммунизации населения от полиомилита За последнее время случаи данного инфекционного заболевания зафиксированы в нескольких странах бывшего Советского Союза Сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют пройти полный курс иммунизации от полиомилита Муравленко стал единственным городом на всем Ямале, где открылся Орф-клуб Работникам детской музыкальной школы удалось воплотить эту необычную идею благодаря грантовой поддержке компании «Газпромнефть» В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» Чем будут заниматься в Орф-клубе преподаватели, учащиеся и их родители, узнавала Эльвира Валя-Ахметова Вот, сопротивляется, ура! Открытие Орф-клуба в Муравленко организаторы называют историческим событием Его ждали, к нему готовились не одну неделю и не один месяц Ирина Шестопалова, президент Российского педагогического общества имени Карла Орфа В Муравленко приехала из Новосибирска для проведения семинаров Насколько они будут интересными, оживленными и легкими к восприятию Становится ясно уже с первых минут начала мастер-классов В течение трех дней преподаватели изучали игровое пространство музыки Систему музыкального образования немецкого композитора Карла Орфа Реализовать давнюю идею открытия в нашем городе Орф-клуба удалось благодаря программе социальных инвестиций «Газпром нефть. Родные города» Представленный проект выиграл грант в размере 300 тысяч рублей На эти средства музыкальная школа закупила необходимые инструменты Орф-педагогика связана с композитором Карлом Орфом Немецкий композитор, музыкант, сценарист, педагог И он развил вот эту музыкальную педагогику Элементарное музицирование движения Но элементарное, опять же, не от слова простое, примитивное А от слова элемент, состоящий из элементов, маленьких элементов И как из них получается нечто большое, большая музыка Музыкальная педагогика Карла Орф основана на естественной физиологии ребенка Игровой, любознательной и исследовательской потребности Она помогает быть ребенку самим собой Такое обучение называют шульверком, что означает обучение в действии Через игру на музыкальных инструментах Создание собственных танцевальных движений Акомпанирование и пение небольших детских песенок Мы старались сделать праздник для детей Чтобы это все было ярко, чтобы это все было красочно Чтобы это было необычно, сказочно Потому что вообще сама по себе Орф-педагогика – это импровизация Это элементарное музицирование, которое доступно всем и каждому Начиная от мала до велика Вот наша задача в этом и состояла Чтобы привлечь в этот клуб и маленьких деток И вместе с ними их родителей Такие занятия формируют личность ребенка с разных сторон Отмечают педагоги К тому же в процессе обучения развивается память, мышление, эмоции, воображение и воля Это единственный Орф-клуб на всем Ямале И таких в России можно сосчитать только по пальцам Не наберется из десятка Организаторы уверены, что в будущем Муравленковский Орф-клуб выпустит немало талантливых звезд Ведь он уже собрал много друзей и новых поклонников И на сегодня это все новости Я благодарю вас за внимание В студии работала Светлана Грачева Всего вам самого доброго Отличного настроения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok